Всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео мы поговорим с вами о новом Xbox One без привода. Уже долгое время ходят слухи о том, что Microsoft готовит новую версию Xbox, которая будет без привода и по мощности будет как Xbox One S. В целом, неплохое решение перед началом нового поколения, так как данный шаг компании даст возможность увидеть спрос на данный продукт и даст понять, как двигаться в новом поколении. Да, также ходят слухи, что одна из версий нового поколения Xbox будет без привода, но это по большему счету будет зависеть от успеха консоли Xbox One. Сказать честно, это самый верный шаг компании, так как отсутствие привода должно значительно снизить цену на консоль, что делает ее еще доступнее. Лично я купил бы ее, не думая, не имея двух версий консоли Xbox One, так как я приводом совершенно не пользуюсь. О чем говорить, если у меня всего 10 игр на дисках, и то многие из них либо раздали по голду, либо находятся в подписке Xbox Game Pass. Остальные же игры у меня куплены в цифровом варианте, и привод мне нахрен не сдался. Единственный минус в отсутствии привода, так это то, что нельзя быть покупать тигры с обиду на дисках, потому что часто наблюдают тенденции, в которых люди проходят игру и продают ее по дешевке, и соответственно многие покупают. Ну а фиглик, главное, чтобы диск был рабочий. Без привода такой же темы уже не будет. И еще один минус кроется в том, что вы не сможете посмотреть какие-либо фильмы на дисках, но это такой скромный минус, что решается простым приложением FC Клиент. Тупо ввел название фильма и смотри. В остальном другом версия без привода имеет только плюсы. Низкая цена, хотя тут еще не факт, 100% она будет стоить меньше, чем S-версия. Но не забывайте, что мы живем в России, и скорее всего на S-версии чуть поднимут цену, и Xbox без привода будут толкать за 1017. Если же новая версия в России будет стоить 1014 и ниже, я приятно удивлюсь. И еще плюсами этой консоли возможно будет ее размер, так как если привода не будет, то консоль должна быть еще меньше. В общем, если у вас еще нет Хуана и вам не нужен будет привод, то дождитесь мая. Обещается, что именно в этом месяце начнутся продажи по всему миру. И на этом у меня все. Не забывайте высказывать свое мнение о консоли Xbox One без привода, а также не забывайте ставить пальцы вверх и подписываться на канал. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!